Начнем выпуск с печальных новостей ЧП в Брянской области. Сын вице-губернатора Резунова стал виновником ДТП, вследствие чего пострадали три человека. Один впал в кому, а в ночь с воскресенья на понедельник пострадавший умер. По свидетельству очевидцев, в момент аварии Резунов-младший находился за рулем в нетрезвом состоянии, это еще мягко сказано. Свидетели, например, описывали ситуацию так. На ногах стоять не мог, а вот теперь самое главное. Это уже не первый случай, когда 33-летний Максим поехал кататься по синей лавке. Совсем недавно у человека отобрали права за то же самое. По суду отобрали не просто так. И вот те же там же. На этот раз, впрочем, не обошлось. Человек погиб. Но сказать хотел сейчас не об этом. У меня сразу вопрос возник. А помните, всего два с половиной месяца назад аналогичное несчастье случилось в Москве? Виновником ЧП тогда стал пьяный артист Ефремов. Пропагандисты уже через пару часов в эфире всех существующих телеканалов аж из трусов выпрыгивали, орали «Гражданин убийца». Вы что, уже отмазывать начали эту скотину? Этого подонка, убийцу? Домашний арест ему? Может, ему еще грелку-сиделку? И бабу с жирной жопой? Не только Соловьев, к слову, занял тогда вот такую непримиримую, скажем так, позицию в отношении безусловного нарушителя Ефремова. Пропагандисты всех мастей подключились, повторюсь. Мы, мол, будем руку на пульсе держать, дабы дело не замяли. Хорошо. А эта ситуация от Ефремовской чем отличается? Точно такая же пьянь. Плюхнулась за рулю, гробила человека и... Я вам зачитаю, как брянские правоохранители комментируют случившееся. Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. То есть вопрос еще решается, а может и не решится, видимо. Ух ты! Или в отношении детей, вице-губернаторов, какие-то другие законы на территории РФ действуют. А у пропагандистов вы где? Памет, давай подключайся. Кстати, тогда, в июле, многие мои коллеги о чем-то таком говорили. Типа, опасаемся, если подобное произойдет с кем-то из этих. Подавляющее большинство россиян о произошедшем даже не узнает. Геббельс ТВ точно помалкивать будут? Нас обвиняли. Ааа, Либерда защищает своего? Да нет. И в прошлый раз никого не защищал, и сейчас не собираюсь. Но как-то очень хочется справедливости. Начинаем. Депутат Мосгордумы Янгалычева в очередной раз подняла достаточно нужную тему, которая, на мой взгляд, достойна широкого обсуждения. Впрочем, и до Янгалычевой об этом говорили. Например, Навальный. Ну, как-то вскользь оно прошло, резонанса не случилось. Хотя непонятно почему. Да, я снова. О председателе столичного парламента Шапошникове. Речь пойдет о нем, о видном единороссе. Давайте процитирую Янгалычеву для начала. Депутат-миллиардер, госслужащий. Не миллионер, миллиардер, декларирующий за один год почти 2 миллиарда рублей дохода. Вы вдумайтесь в эти цифры. А сколько это физически? И это лишь задекларированные средства. Деньги. Не считая квартир, иного имущества, заработанного в другие годы, человек ничего не производит, не создает, а миллиарды у него откуда-то появились. Почти половина депутатов Московской Думы требует проверки этих сверхдоходов, но прокуратура ссылается на парламентскую комиссию по контролю. Типа они не нашли нарушений. Зачем мы станем проверку устраивать? Комиссия по контролю, в свою очередь, на прокурорских. Это же они ничего не нашли, вопрос закрыт. Кстати, вот этот вот замкнутый круг меня как раз не удивляет, ну когда такое было, чтобы в отношении высоко поставленных единороссов. В нашей стране заводились дела, проводился аудит хотя бы. Меня, как и Янгалыч, его в данном случае беспокоит реакция обычных граждан. А у людей-то вопросов вообще не возникает. Совсем удивления нет. Причем мы ведь сейчас говорим не о жителях неких депрессивных территорий, где слаще редкий народ ничего не пробовал, мы о москвичах. Это продвинутые люди, сейчас дам больше подробностей. А это реальная журналистика. Плыви мой челн по воле волн или терпим дальше, дорогие россияне. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Так вот, о господине Шапошникове. Вы знаете, я не поленился и решил немного изучить биографию этого, без сомнения, прекрасного человека в надежде, может быть, там какие-то ответы найдутся. Нет, не нашлось ничего. Родился в 73-м. По окончании школы поступил в военный институт, который, я так понимаю, не закончил. После второго курса перевелся в Московскую государственную юридическую академию на гражданку. Таким хитростям тогда некоторые прибегали, чтобы от армии отмазаться. Закончил эту академию в 95-м. И сразу же пошел работать в пиар-контору по проведению различных выборов столицы. В том числе выборов мэра Москвы, депутатов Госдумы и МГД. В 2001-м поступает в Российскую академию госслужбы на политолога. Уже через год вступает в молодежное единство, ставшее впоследствии молодой гвардией Единой России. Там вырастает до руководителя столичного координационного совета. Ах да, вот здесь вот вижу. В 2006-м господин Шапошников действительно стал гендиректором. Одного из коммерческих предприятий, входящих в сферу интересов олигарха Анциферова. На данном посту Андрей Валерьевич сменил своего папашку, ушедшего в Думу. Но уже через год снова вернулся на работу по партийной линии, где и трудится по сегодняшний день. То есть, ребят, человек всю жизнь на госслужбе, в чиновниках, в депутатах. За исключением одного года, когда действительно уходил в бизнес. На чём миллиарды-то успел сделать и в какое время. Мама всю жизнь на государство проработала в налоговой, но не то что миллиардов. Миллиона на старость отложить не смогла. Одного миллиона рублей. Куча друзей детства в госструктурах из числа бывших военных. Сейчас в МВД, в прокуратуре, судейские даже есть. Миллиардеров, среди них тоже не наблюдается, да и миллионеров, а этот... Честно говоря, всё, что я нашёл в открытых источниках, чтобы вы меня, следователем, не пугали, про северянин. Ну, такая, уставной капитал 174 тысячи рублей, за 2018 год дефицит 18 миллионов рублей, и вы продаёте за 2 миллиарда, Алексей Валерьевич. Ну, все скажут, ой, какая-то сделка с какой-то заинтересованностью. Отчего цена такая? Ну, опять же... Ну, поделитесь откуда с такими идеями. Как стать миллиардером? Ну, для начала надо на протяжении большого количества лет как минимум объединить пакет акций. Ну, я вам говорю, что северянин фирмы с компанией 174 тысячи, уставной капитал. Ну, можно, я, наверное, даже я могу. Ну, Алексей Алексеевич, уставной капитал и стоимость компании, это не коррекционно. Да, вы знаете, что это. На самом деле я не понимаю такого молчаливого принятия обществом данного факта. При этом, когда у нас на политической сцене появляется какой-нибудь бизнесмен типа Грудинин, и у него находят ценных бумаг всего-то на 20 миллионов, у бизнесмена Ваня начинает возмущаться. И тоже где простой коммерс умудрился 20 лямов накосить? Там всегда может появиться история про то, что он отнимал у людей землю в этом же совхозе раньше. И эти люди пишут заявления, они сейчас в интернете все есть, все можете посмотреть. И в любой момент это дело можно раскрутить. И понятно, что он будет как шелковый. Кстати, вот даже в этом прихвостне режима тогда умудрились наврать с три короба. Ну, вот про эти хищения земельных паев. Знаете, в чем загвоздка в данном случае? А в том, что землю у людей можно отнять, когда агропредприятие имеет статус колхоза, от словосочетания коллективное хозяйство. На таком предприятии действительно все имеют свои паи, земельные наделы. Мы же сейчас говорим о совхозе, об акционерном обществе, по сути, частной структуре, в котором существуют основные акционеры, владеющие большими пакетами акций и решающим голосом. Именно ретари у этих одна, две, три акции, поверьте мне, пары акций не хватит на землю в таком крупном колхозе, максимум на грядку, впрочем, на ту и расчет, на безграмотность публики, что будет слушать эту лажу. Люди ведь понятия не имеют, что такое акции. Акционерные общества. Для них это просто бумажки, а там по ящику что-то еще втирают, мол, бумажки-то ценные. Вот идея и ведется вата. Ребят, они нас дураками считают. Смеются над нами, втирая разного рода дичь, как в этом случае с Грудининым. А пока мы отвлекались, набивают себе карманы пример шапошников, тот же его непонятного происхождения миллиарды. Печально, что таких шапошников по стране тысячи. А мы молчим и проглатываем. Дамы и господа, в нашей команде прибыло. Реальная журналистика начала плотное сотрудничество с Центром по борьбе с коррупцией. Это не организация-однодневка. Ребята уже несколько лет занимаются конкретными делами. В данный момент, например, активно противостоят ввозу на территорию России. Урановых хвостов это радиоактивные отходы. К нам в страну данную дрянь начали завозить больше года назад. Кто-то решил себе заработать денег на том, что превращает наш с вами дом в свалку. Последствия, я думаю, объяснять не нужно. Россия у нас превращается постепенно в мировую помойку. Свозят радиоактивный мусор, какие-то хвосты, да, 6 тысяч тонн. Сейчас пятый поезд выехал и в Питере находится. Межгосударственное соглашение подписано на вырубку леса Куйбышев. Это все организовалось. Призываю вас не оставаться в стороне, в том числе, ну, как бы материально предлагаю ребятам помочь. Все эквизиты оставлю в описании. Нас много, но не у всех хватает смелости выйти на улицы и бороться с жуликами и вандалами, с захватчиками. А жить-то потом здесь нам. Центр по борьбе с коррупцией. Проект, который работает. Все там. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой YouTube канал, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.